Всем привет, и давненько не выходило видео по Яндекс.Играм, я рассмотрю последнюю версию на данный момент, это 1.6 и 1.6.1. Ну и покажу как пользоваться этими нововведениями, поехали. Вот чатик плагин, а тут версия 1.6.1 получается бетка. Пока что я бы конечно не рекомендовал использовать бета-версию, так как непонятно какие там ошибки могут быть. Но я бы хотел продейсировать новый модуль, это Яндекс.ТВ, адаптивный Див и Яндекс.Музыка.Виджет. К примеру, в версии 1.6 такого не было. Естественно документация, ссылка с правилами тут самое главное. Сейчас просто импортирую плагин, ну и начну с пакетика Яндекс.ТВ. Тут у нас как раз есть пример, префаб, через слуз добавляем Яндекс.Гейм.Обжект, Яндекс.ТВ и тут демо-сцена. Можно менять сцену, сделать динамическую кнопку, только с переводом тут проблемы. Дебаг логи тут вызываются еще платежи во внутренних скриптах. Ну и думаю все понимают, что это просто эмуляция телевизора, так как бывает, что некоторые по статистике даже играют с телевизора в игранной Яндекс.Играх. Тут в принципе все должно быть понятно, к примеру в меню Навигэйшн зайдем и тут есть тул типы. Вот к примеру вот сюда наведем, тут не обязательно кнопка для фокуса. А в меню Навигэйшн все выполнено по событиям. То есть благодаря этому скрипту у нас открываются всякие окна и закрываются. При нажатии на вот эти вот кнопочки. Визуализировать выбор кнопок вы можете как и на десктопе, так и на мобильном устройстве. Хотя есть ли такие гении, кто играет в мобильную игру на телевизоре? Вообще не буду так сильно вдаваться подробностей. Тут у нас чекается девайс, там идет подписка, отписка от событий. Ну и где нужен фокус, там увеличивается размер. И последнее тут курсор Select Button. Также все на событиях. Тут открывается нужный слой. Инициализируется и добавляется кнопка. Создаются коллбеки при входе и выходе указателя. Тут все просто прокидывается через события. К примеру, когда мы наводим на кнопку, у нас происходит одно событие. Например, тут всплывает какая-нибудь картинка. То есть просто можно добавить сюда какой-нибудь UI Image. Вот сюда его закинуть и Set Active сделать True. Изначально эту картинку вырубить. Теперь посмотрим, как это работает. И вот картинка появляется. Также можно сделать события при отводе курсора. В общем, события мощь. Show TV Info Example, что есть. Тут уже открытие и закрытие игры при загрузке с телевизора. И также тут меняется счетчик. Ну думаю, я прям максимально подробно по каждому скрипту не буду проходиться. Просто кому надо, тот посмотрит. Прямо все скрипты. Ну в общем, если делать игру под телевизор, то берете этот префаб, который ранее уже показывал. Потом чисто по ту типам закидываете нужные объекты. Ну и также, если хотите отредактировать перевод, то ходите в Example, сцены, Example Яндекс Гейм. И отсюда можете как раз забрать в префаб Language Яндекс Гейм. Ну точнее, тут он не префаб, но вы можете сделать его префабом. Ну и изменять язык вы можете также и через события. Я вот показывал в этом видео, как менять язык как раз через события. Только там я работал не с обычным текстом, а с текстом. Дальше тут есть Diff Adaptive Banner. И тут очень важное замечание, что этот элемент не будет зависеть от интерфейса. То есть в любом случае для какой-нибудь менюшки или для инвентаря это не используйте. Хоть и понятное дело, очень хочется адаптивную UI. Управление через код максимально простое. И проверка девайса тоже присутствует. Тут уже не SNS примеров, но есть префаб. Он опять находится в Example, Content. Все это находится в папке модулей. Ну и вот он адаптивный баннер, который располагается над всем. Изначально выбор девайсов тут Desktop и Mobile. И потом уже в рендер блок можете закидывать сюда свои картинки, слайдеры и располагать их как нужно. И потом меняем разрешение и смотрим как тут все адаптивно работает. Это конечно лучше в браузере чекать, чем в самом редакторе. И последнее это Яндекс.Музыка.Виджет. Но тут уже не богато, да. Но его вообще вряд ли кто-то будет использовать в ближайшее время, так как это противоречит правилам. А так он используется в совокупности с Diff Adaptive Banner. Ну и все новые методы появляются естественно в Info.Yandex.Game. Info.Yandex.Game можно вот здесь вот найти. И тут все скрипты именно по модулям. То есть мы можем тестировать например настройки для телевизора только в редакторе. Задавать имя баннера и копировать ссылку. Ну как примеру может быть как раз вот такая, если смотреть по документации. Кстати а что-то заплылись мне интересно. Ага спасибо. И также добавляйте сюда список баннеров. Если хотите чтобы у вас все корректно работало. Ну и помимо всего этого не забывайте активировать Newton Soft. Если вам нужна локализация, сохранение и TextMash Pro. Так как изначально они влаги не не активны. Ну как-то так влагин стабильно развивается. И в принципе вы можете уже умело скачивать версию 1.6. Если какие-нибудь проблемы возникают, то заходите и спрашивайте. Ну если это видео было полезным, то можете посмотреть другие мои видео по плагину Яндекс.Гейм. Если вдруг не видели. Также подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Заходите в телеграм естественно. И также в чатик вот тут есть. Можете поддержать меня на бусте. И уходят эксклюзивный контент. И до скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok